Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секреты успеха чемпионов. Мастер-класс для самарских юниоров от ветеранов большого спорта. Восстановят в первозданном виде. В Самаре реставрируют Дворец культуры имени Ледвинова на площади Кирова. Ремонтные работы проводят как снаружи, так и внутри здания. Текущее состояние объекта проверила глава Самары Елена Лапушкина. Увидел, как идет реставрация и Андрей Горгуленко. Восстановить так, как было в день первого открытия. Такая задача стоит перед реставраторами, работающими в ДК Ледвинова. Фронт работ колоссальный. Здесь и уникальные панно, и рисунки на потолке, и стенах. Потерянные мозаичные кусочки смальты будут искать у российских мастеров. Деталей предстоит найти немного, около 25 штук. К реставрационным работам привлечены лучшие специалисты, художники первой категории. Восстановят в прежнем виде и люстры дворца. Их отреставрируют в московской мастерской. Увозим в мастерские, и там они производят все работы. Замену стекол, уже неутраченные элементы отливают. Зарядку нового электроснабжения, стекла все это делают, как бы воссоздавая по образцам старого вида то, что утрачено. То, что вообще нету, допустим, ну все, утратили эту люстру. Ее будут полностью воссоздавать по образцам того, что имеют. Реставрационные работы ведут и снаружи здания. Восстанавливают гранитные облицовочные плиты. Укрепляют сохранившиеся целые элементы железными креплениями по бокам. А на лицевой части дворца устанавливают новые. Закончился и стропильный ремонт крыши. Специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений. Ремонтируют инженерные системы здания. План график работы, вопросы, касающиеся проекта реставрации, с подрядчиками на месте обсудила глава Самары Елена Лапушкина. Впереди больше года у нас есть по контракту. И, конечно, ждем с нетерпением, когда это красивое, востребованное, нужное здание, это ДК, все-таки будет вновь служить жителям города. По контракту объект должны сдать в 2022 году. После открытия зрители будут принимать три зала. Концертный на 800 мест, театральный на 300 мест и конференц-зал на 270 мест. Для каждого из них предусмотрены отдельные гардероб, буфеты, гримерные. Откроются новые танцевальные и вокальные классы, большой спортивный зал, студия звукозаписи, библиотека и многое другое. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов, Николай Пифанов. События. Самарские коммунальщики вышли на три новых объекта по перекладке теплотрасс в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. На сегодняшний день работы идут на 15 участках. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Перевооружение городских теплосетей идет в штатном режиме. И согласно плану, после 20 июня подрядчики займутся ремонтом уже 32 объектов. Вскоре после этого, 1 июля, работы планируют начать на всех оставшихся участках, количество которых увеличилось до 57 с учетом включения дополнительных. Напомню, беспрецедентные масштабы стали реальностью после вхождения Самары в ценовую зону теплоснабжения. И наш город-миллионник в числе первых начал реализацию модели «Альтернативная котельная». Инвестиции увеличили почти до 3 миллиардов рублей. Кроме того, работа по подготовке к отопительному сезону охватывает и городские котельные, которые проверят в ближайшее время. Проблематика была по стеку, он был отработан. Проблематика была по Волге-Бурмашам, мы отработали. Проблематика была по котельных Баса. Сейчас сменился собственников, они работают в плановом порядке. На сегодняшний день, и мы принято, что мы сейчас комиссионно объедем с участием Ростехнадзора, чтобы уже сегодня выявить все замечания и недостатки и к первому, 15 сентября их устранить. Продолжается в Самаре и масштабный ремонт дорог. Уже завершены 8 объектов в разных частях города. Сейчас специалисты приводят в порядок 4 участка. Один из них – это улица Гагарина. В год 60-летия первого полета «Человека в космос» она попала в перечень ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Тема продолжит Ольга Хамракулова. Дорожно-строительный сезон в Самаре в самом разгаре. Объекты, ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», готовы более чем наполовину. Уже завершены 8 участков протяженностью свыше 7 километров. На улицах Академика Платонова, Самарской, Саранской, Авиационной, Энтузиастов, 7-й и 5-й просеках, а также в Колодезном переулке. Они преобразились благодаря ремонту методом больших карт, то есть по всей ширине проезжей части. Сейчас в работе 4 объекта протяженностью свыше 11 километров. Один из них – улица Гагарина. В год 60-летия первого полета человека в космос – космическая улица в перечне ремонта по нацпроекту. «На улице Гагарина расположен сквер самарских космонавтов, который непосредственно примыкает к улице Гагарина, и где ранее уже были выполнены работы по благоустройству данного объекта. Планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части с применением асфальтобетонной смеси тип А16ВН на площади более 15 тысяч метров квадратных». За сутки на улице Гагарина заасфальтировано порядка 4 тысяч квадратных метров проезжей части. «Выполняем работу по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части на участке от 22-го портьезда кольца в сторону промышленности. В состав нового материала входит более мелкая фракция щебня – полимерные материалы, благодаря чему асфальтобетонное покрытие прослужит гораздо дольше». Масштабный ремонт дорог оценили и самарские автомобилисты. «Ездим каждое утро, можно сказать, по этому участку и делаю дорогу, хорошую дорогу. Когда ездишь по нормальной дороге, ты уже не смотришь на ямы и больше внимания переключается на дорожные движения». Уделяют внимание и инженерным коммуникациям. Люки смотровых и дождеприемных колодцев, например, будут на одинаковой высоте с новым дорожным покрытием. Параллельно в работе улицы Промышленности, Хасановское и Южное шоссе. В целом по городу таким карточным методом подрядной организации по нацпроекту обновят в этом сезоне 25 участков дорог местного значения. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Лицензию для речных пассажирских перевозок теперь можно оформить через госуслуги. Перевод в электронный вид организовали по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его мнению, новый сервис положительно повлияет на развитие транспортных и туристических услуг в России. Нововведения актуальны и для Самарской области. Наш регион занимает второе место в России после Москвы по объемам перевозок пассажиров речным транспортом. Водный транспорт выполняет функцию общественного, а также служит в туристических целях. В настоящее время лицензирование проходит как крупные, так и небольшие компании, предоставляющие туристические услуги – от круизных судов до небольших пассажирских катеров. Впереди вас ждут новости экономики. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что россияне вновь почувствовали себя уверенно после пандемии и начали активно брать потребительские кредиты? Это так. Если сравнивать с маем прошлого года, то в этом число выданных кредитов выросло более чем на 40%. Остановлюсь на этом подробнее чуть позже, а пока расскажу о курсах доллара и евро. Российский рубль в ходе валютных торгов московской биржи немного вырос по отношению к доллару США и евро после завершения переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Курс доллара на 18 июня – 72,50 рубля, евро – 86,70 рубля. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 73,79 доллара за баррель. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в мае выросло в России более чем на 40% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Но это на 11% меньше по сравнению с апреля. Эксперты уверены, такой рост связан с последствиями карантинных мероприятий весны прошлого года, когда выдача потреб кредитов упала наиболее сильно. Наибольшее количество потреб кредитов в мае было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Татарстане и Санкт-Петербурге. Напротив, меньше потребительских кредитов стали брать в Удмуртии, Башкирии, Свердловской и Самарской областях. Правительство России утвердило единый подход к дивидендной политике государственных компаний. Теперь дивиденды должны будут составлять минимум 50% чистой прибыли. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение касается выплаты дивидендов, которые будут приняты с 1 июля. В этом подходе сразу несколько новаций отметили в правительстве. Теперь для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды, и при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют. Традиционно дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, идут в федеральный бюджет. В правительстве ожидают, что новый подход к расчету выплат сделает более прогнозируемыми поступления в казну, повысит прозрачность дивидендской политики, а также позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами. Ускоренный рост ипотечного кредитования может привести к снижению доступности жилья и повысить риск возникновения кризиса. Так считают в счетной палате. Там отметили, что по итогам 2020 года объем выдачи ипотеки составил 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка ипотеки. К такому росту привело снижение ставок по кредитам и государственные льготные программы. Ведомство предложило скорректировать льготную программу ипотеки при ее продлении после 1 июля 2021 года и выдавать ее нуждающимся гражданам. Также, по мнению счетной палаты, нужно разрешить гражданам пользоваться программой только один раз. Об изменении льготных программ 4 июня объявил президент России Владимир Путин. Ранее по программе «Господдержка-2020», запущенной в апреле прошлого года, можно было приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. При этом максимальный объем суды составлял 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 миллионов рублей для прочих регионов. По новым условиям, которые начнут действовать со 2 июля, ставка будет 7%, а предельная сумма кредитования для всех субъектов страны – 3 миллиона рублей. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 65 880. Такие данные сегодня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 58 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписались 62 872 пациента. На всех заводах и крупных предприятиях Самарской области продолжается вакцинация. Прививки от коронавируса делают без отрыва от производства. Такую задачу в своем послании поставил губернатор Дмитрий Азаров. Как проводят иммунизацию населения на заводе «Электрощит» расскажем в нашем сюжете. Прививка как способ сохранить жизнь и здоровье не только себе, но и окружающим. На крупных предприятиях Самары вакцинация организована без отрыва от производства. Там оборудованы кабинеты и сотрудники могут пройти иммунизацию быстро и без очередей. Такую задачу в своем послании перед руководителями предприятий поставил губернатор Дмитрий Азаров и призвал их взять на себя ответственность за судьбы других людей. Мы давно уже ведем плановую работу по информированию сотрудников, по просвещению как профилактики коронавирусной инфекции, так и важности вакцинации. Вы знаете, что губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров в недавнешнем послании своем сообщил о том, что вакцинацию в Самарской области необходимо сделать массовой и общедоступной. Собственно, мы организовали все необходимое на своем предприятии для того, чтобы сделать эту процедуру для сотрудников доступной и комфортной. Татьяна Садчикова работает на заводе электрощит инженером. Говорит, в разгар пандемии боялась лишний раз выходить из дома. Все ее близкие уже прошли вакцинацию, а сегодня такая возможность появилась и у Татьяны. Она получила первый компонент вакцины. Мы с нестерпением ждали, когда появится спасение, когда мы сможем вернуться к своей настоящей, нормальной, человеческой, привычной для нас, для всех жизни. И при первой же возможности, как только на предприятии была организована вакцинация, я, безусловно, решила этим воспользоваться. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. В области созданы все условия для того, чтобы жители могли сделать прививку быстро и в удобное для себя время. Возле крупных торговых центров и в местах проведения праздников и фестивалей работают передвижные пункты вакцинации. В круглосуточном режиме пациентов ждут по адресу «Мичурина-125». Чтобы к осени сформировался коллективный иммунитет и распространение коронавируса остановилось, нужно, чтобы 60% населения прошло иммунизацию. Виктория Шарая, События. Всего несколько дней остается до старта фестиваля на сопках Манчжурии. Специально для Самарского муниципального духового оркестра лучшие модельеры города создали новые сценические образы. Театральные костюмеры работали над ними несколько месяцев. На одной из примерок побывал наш корреспондент Сергей Кизуркин. Тромбонист Тарас Овчинников тестирует новый сценический костюм. Одежда должна быть удобной, в ней предстоит играть на концерте. Через неделю у музыкантов муниципального оркестра выступление на Всероссийском фестивале на сопках Манчжурии. К нам очень внимательно отнеслись, нас несколько раз приглашали, каждому уделяли очень много внимания. Буквально две-три женщины возле нас крутились с этими сантиметрами, очень внимательно относились к нашим просьбам. Поэтому сидит все идеально, очень классно подобраны цвета. Муниципальный оркестр давно мечтал сменить гардероб. Гусарские костюмы начала 20 века стали неактуальны. Мода на ретро постепенно ушла. Сейчас в современном мужском костюме ценится сочетание классики и модерна. Надо, чтобы все было с иголочки, говорит руководитель оркестра Марк Коган. Внешний вид должен соответствовать репертуару. Качество исполнения наше должно быть одинаково во всех случаях. И даже если, не дай бог, без пиджака придется остаться. Специально к фестивалю целую коллекцию костюмов для музыкантов духового оркестра подготовила модельер Мария Казак. Классическая тройка и поло удачно комбинируются в множество различных вариантов. Под каждую музыкальную программу свой костюм. На разработку и пошив ушло почти полгода. Ткани, трикотаж, хлопок и шерсть с полиэстром сделаны в Брянске и Самаре. Обувь и головные уборы также изготовлены в нашем городе по спецзаказу. Я как театральный художник и как дизайнер стараюсь в своих разработках совмещать элементы сценического и театрального и элементы так называемого фэшн. Мне всегда хотелось, чтобы, глядя на мои костюмы, было понятно, что это костюмы 21 века. Я надеюсь, что это будет оценено и эти костюмы проживут и будут смотреться актуально все-таки какое-то продолжительное время. Кроме шикарных костюмов, музыканты получат в подарок и новые инструменты. Их привезут из Европы и Северной Америки в канун фестиваля на сопках Манчжурии. По этому поводу Тарас Овчинников даже сочинил стихи. И вновь фестиваль принимает Самара. Оркестры гремят, соревнуясь друг с другом. Влюбленные снова вальсируют пары. И память вальсирует с нами по кругу. Впервые фестиваль духовых оркестров на сопках Манчжурии прошел 8 лет назад. В прошлом году музыкальное событие пришлось отложить из-за пандемии. Этим летом фестиваль возвращается в новом формате. В нем примут участие духовые оркестры со всей России, а также группы «Мажорец спорта» и «Барабанщиц». Ожидается, что в Самару прибудут коллективы из Москвы, Белгорода, Брянска, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону. Информационным спонсором фестиваля стал и телеканал «Самары ГИС». Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Участником Всероссийского фестиваля на сопках Манчжурии станет и детско-юношеский духовой оркестр «Волжанин». Коллектив усиленно готовится к предстоящему выступлению, которое состоится в парке Гагарина. О том, как прошла очередная репетиция, расскажет Никита Колосов. Участница детско-юношеского духового оркестра «Волжанин» Дарья Косыгина играет на саксофоне. На фестивале на сопках Манчжурии она впервые в жизни исполнит соло в музыкальном произведении. Оркестр мне помогает немного отвлечься от школы, особенно с моей нагрузкой сейчас. Прямо. Прихожу сюда и отдыхаю. Даже несмотря на то, что мы тяжело трудимся, для меня это отдых. Детско-юношеский оркестр «Волжанин» выступит на фестивале на сопках Манчжурии 27 июня в парке Гагарина. Коллектив исполнит два произведения «Паваннэйнблю» и «Ак Самарогородок» под управлением московского дирижера Андрея Балина. Также дети исполняют новое произведение по нотам маэстро, которые изучат прямо на сцене. Для всех участников коллектива выступление в таком формате будет впервые. Дети с удовольствием приходят на репетицию, чтобы именно поучаствовать в этом мастер-классе, потому что для них это для самих тоже очень интересные события. Фестиваль на сопках Манчжурии будет проходить два дня – 26 и 27 июня. Духовые коллективы со всей России приедут исполнить свои произведения и послужить мастер-классы от музыкальных профессоров. Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Заработок, профессия или хобби. В середине июня весь мир отмечает День блогера. Еще вчера к людям со смартфоном в руках не относились всерьез, но сегодня они набирают миллионы просмотров и делятся секретами своего успеха. Тему изучила Мария Левина. Монитор компьютера Полина Никитина променяла на экран поменьше. Смартфон. Девушка сменила работу в офисе и занялась фрилансом. Полина ведет свой небольшой блог, в котором рассказывает о том, как правильно фотографировать и делиться полезными советами. Серьезно заниматься социальными сетями она начала год назад, после чего у нее в разы прибавилось количество подписчиков. Людям важна полезная информация, которую они могут подчеркнуть из блога, отмечает Полина. Два фотографа ведут блог. У одного человека блог ведется правильно, у второго нет. Например, во втором блоге человек просто выкладывает свои фотографии и показывает свое портфолио, что он делает. И больше ничего. Второй человек ведет блог и подробно расписывает. Ну, о своей жизни, интересные локации, например, правильные позы, фотографии, много всего. То выберут, конечно же, человек, который ведет правильно блог. Блогеры. Казалось, еще вчера к этой категории людей не относились серьезно и сразу представляли себе подростков. Сегодня детская шалость превратилась в профессию. Люди, которые способны набирать аудиторию, ведут за собой миллионы, делятся с ними своей жизнью, мнением и даже зарабатывают. Причем немалые деньги. При условии больших охватов за один рекламный пост блогер может получать сотни тысяч рублей. Успех этой относительно новой профессии, считают психологи, заключается в нехватке реального общения и искренности среди людей. Возможно, эти идеи не только они пропагандируют, возможно, они назревают. И блогеры являются просто теми, кто улавливает это и говорит. Потому что блогеры, особенно молодые блогеры, они ведь ориентированы на то, чтобы получить согласие, получить вот этих сторонников, которые думают так же. Эта возможность поговорить или предъявить свою проблему и получить обратную связь, она, собственно, существует и мне кажется, она полезна. Мнения самарцев разделились. Кто-то не только следит за известными блогами, но и сам решает посвятить себя этой сфере. Смотрим, конечно, и работаем в этой теме. Настраиваем рекламу для них. Люди выражают свое собственное мнение и это очень классно. Другие, напротив, интернету предпочитают реальную жизнь с общением глаза в глаза, но за новостями все же обращаются в сеть. Редко интернет сижу. Время нет, у меня ребенок, много дел, много жизни интересной другой помимо интернета. А информацию вообще как предпочитаете получать? Ну, информацию в интернете, да. В ногу со временем идет и телеканал Самара ГИС. Самые свежие новости из жизни Самары всегда можно узнать из групп телеканала во всех соцсетях. А сайт является лидером среди интернет-платформ региона. Более двух миллионов просмотров и свыше 800 тысяч посетителей. Включайтесь в жизнь города и оставайтесь в курсе событий. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Секреты успехов победителей от ветеранов большого спорта. В Самару приехали чемпионы Олимпийских игр первенств Европы. Встретились с юными спортсменами и поделились своим бесценным опытом. Что необходимо делать, чтобы оказаться на пьедестале почета и как удержать победные позиции узнали наши корреспонденты. Елизавета Бронина кандидат в мастера спорта. Занимается легкой атлетикой. В 2019 году спортсменка взяла серебро на первенстве России. Тренируется уже больше 10 лет. Все это время рядом надежное плечо. Тренер Геннадий Белков. Тренер не только тебя тренирует, он еще наставляет, направляет, мотивирует. Это очень важно. Иметь какую-то связь прям близкую с тренером. Геннадий Белков в спорте с 60-х успел поучаствовать в Олимпийских играх и стать чемпионом в первенствах страны и Европы. А в 80-х начал тренировать молодежь. Воспитывать из ничего что-то всегда интересно. Усилие над собой – это одно, а заставить это усилие кого-то проявить – это совсем другое. Сейчас ближе тренировать, а 35-40 лет назад было ближе тренироваться. И тренерский состав, и спортсмены получают награды за верность своему делу из рук чемпионов мира. Команда профессиональных спортсменов колесит по стране, встречается с детьми, мотивирует их на новые свершения и делится своим опытом. Вот эту линию преемственности старшего поколения и младшего мы, конечно, рассказываем, потому что то, что мы нашибались, мы хотим, чтобы наши дети не ошибались и, зная то положение, в котором находится сейчас российский спорт, мы хотим, чтобы вот этот флаг российского спорта опять вывести на такую высокую планку. Это самый яркий, живой пример того, как для наших детей, для наших воспитанников спортивных школ, для того, как достигать своих целей, для того, как стать лучше, чем других в своем виде спорта. Среди гостей спортсмены по волейболу, легкой атлетике, баскетболу. Главная цель проекта воспитать поколение победителей. Мария Левина, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин